Субтитры сделал DimaTorzok Она вообще непонятный персонаж Подожди, подожди, ты любишь таскивать только минусы Я хочу, может ты не понял, про кого я тебе говорю? Я прекрасно понимаю, о чем ты Я говорю про Милану, потому что она непонятный персонаж этого дома Ты задаешь ей миллиард вопросов, и у меня нет ни одних ответов Кто она такая? Фотографию, которую мы нашли, еще что-то Она говорит, додумайтесь сами Только и делай что-то, забирай у тебя вещи или что-то еще Когда она выходит, просто молчит Почему она так себя ведет? У меня миллиард вопросов к ней Я понимаю, но я еще раз тебе говорю Давай взвесим все минусы и плюсы Теперь плюсы Смотри, ты в носках Вчера нам было плохо, помогла нам Милана Булкана вылечила мне доклад Да? А вчера, когда у нас нападал какой-то мужик с бензопилой Если вы забыли, то где она была? Я прекрасно понимаю Я не понимаю, почему она не вылечила Где она была? Ну а что бы она сделала? А что у нее? Суперсила? Что она такая вообще? Я вообще не верю, что она мужской обладает какими-то способностями Потому что как? Я считаю, что просто Изоль допускает какой-то газ Мне кажется, это многим непонятно Если тут есть какие-то люди, которые нас смотрят Мне кажется, они тоже задаются таким же вопросом, как и я Кто она вообще и что она? Потому что абсолютно Ну как бы просто ходит какая-то женщина Что-то прибирает, отбирает Но она кто? Правосудие или кто она? Это ее дом, пойми Ну как ты хозяйку дома высели, что ли? Хозяйка дома? Это как-то так абстрактно вообще Абсолютно Хозяйка дома Тебе нужны были носки, она тебе как хозяйка вынесла носки А вчера на нас напал хозяин дома? Нет? Знаешь, я думаю, что всему свое время все встанет на свои места Ну мне так кажется Ну хотим Я делаю предположение, что в какое-то время все встанет на свои места Почему ты всегда с таким лицом выходишь и смотришь в глазок? Который закрыт Она в своих шумах Ты что, давай я послушаю В трансах А, да, давай Вчера закрылась дверь Так Как мы могли уйти, если там стоял человек с бензопилой? А вы его... Вырубить бы его надо, мужики Ну да Чего вы его ничего не сделали? А как его хлопнуть? Если бы вы его вырубили, мы реально смогли бы выйти А вдруг бы он отрубил тебе руку? Ты нормальная? Вообще Человек с бензопилой стоял Человек с бензопилой Что непонятно в слове бензопила? Все, тебя нет Бжи, бжи, тебя нет Да, попробуй дать мне полку Дай мне полку Бжи, бжи, все Катя, давай С другой стороны Сзади, сзади Бжи, бжи Я уже троих завалил Осталась одна Я не хочу Она, а она не спорит Поэтому она осталась жива Катя, ну это действительно несерьезно Она бензопила Да, она просто иногда, мне кажется, тоже дуру включает, как и ты Ты же видела, как здесь пахло этим, как не газом, а как бензином этим Это невыносимо, до сих пор еще запах не выветрился Он вообще неадекватный Вы знаете, какой у меня вопрос возникает? А как он вылез из печи? Это непонятно Хороший вопрос Да, так если дверь была закрыта Хороший вопрос Как он мог вылезть? Значит, он открыл дверь То есть, появился из двери А потом появился из печи Значит, между дверью и печью есть связь Какая? Пароход, туннель Связующая Портал, значит, какой-то есть Ну, Лия там залазила, искала, там ничего нет Лия залазила, искала, там ничего нет А Вась Васич говорил, что там что-то секретное есть, что не увидела Лия Подождите, а почему он сначала показывал на КАЦ Так А потом на печи Он, может быть, говорит о том, что мы разозлили КАЦ или как, я не понимаю Слушайте, а может быть, это вообще не Миланин парень А может быть, это отказ вообще? Я тоже так думаю, отказ Ты думаешь, что он отказ? Ну, как-то вам на это подозрение Я люблю очень прислушиваться к твоему мнению А как он пришел отказ? Что ты там лазишь? Слушайте, а может, а может это знак какой-то, мистика-то какая-то? А? Ну, то, что постоянно печь вот эта падает, может какие-то знаки Нет И дверь, и дверь Смотрите, дверь-то, по сути, она не замурована, оказывается Да То есть из нее можно выйти Мы-то думали, что если она так закрыта, там какая-то стена или еще что-то А дверь-то, по сути, открывается И что это значит? Это значит, что если когда-то у кого-то будет ключ от двери То можно будет выйти Господи, помоги Возможно, у Миланы можно попросить ключ от двери Смотри, я тебе еще раз повторю Милана сказала, что она так же не может отсюда выйти, как и мы Нет Она один раз сказала, что когда придет время Она типа может открыть и нас выпустить И по-любому у нее ключ-то есть, у хозяйки дома Ну сейчас она просто не может выйти Потому что она договорилась сказать, что она сидит с нами и так же, как и мы Да? Да А где Юрец? Он пропал Я здесь, ребят, я здесь Он кто-то пропал Юрец, привет Привет Да эту хрень надевал просто Как ты ночью спал с ней? Нормально Она, кстати, немножко слетела Может меня даже били током, но она чуть-чуть от руки была Ага Вот Что, эту хрень обсуждаете вчера? Да Да, да Слушай, думаю, что если дверь-то открывается, ну в смысле Из нее, что она замурована, то по сути из нее можно выйти Угу Да А еще я слышал, когда спускал, что из печки он пришел Да Это Но мы-то лазили в печку, помнишь? Лия лазила в печку А мы ничего не нашли Ничего не нашли Ничего не нашли Мы особо и не искали Лия туда залезла на минуту Увидела, что все подзакрыто А если там есть какое-нибудь двойное дно Ну да Тройной потолок То есть он фокусник или что? Непонятно все это, ребят, конечно, очень стояло Надо же как бы просто, вот смотри, она просто залезла и вылезла Иван, доброе утро Иван, доброе утро Есть кое-какие вопросы Вчера приходил, по-моему, муж твой, короче, к нам Да Приходил твой муж А? Что? Вчера приходил непонятный человек, нас здесь пугал, понимаете? Это, мне кажется, муж твой был Он передал подарок от тебя Да, Милана Я могу ошибаться Слушай, вчера был некий гражданин Гражданин С бензопилой Некий, гражданин Потемкин Гражданин с бензопилой Мне кажется... Он вошёл в дверь Он стоял с бензопилой и делал так Ж comun Катерина сказала его вырубить Но я подумал, что если мы это сделаем, то юрис лишится ноги Я лишусь руки А? Мы не прикалываемся Потом этот уважаемый вылез из печи у нас очень много вопросов милана милана смотри вот он он вот это вот передал вот и это было обтянуто вот этой штукой а там была записка от миланы только я ее с психу вчера выбросил ничего страшного это был он и кто этот человек во первых он дверь он дверь открыл оказывается дверь открывается потом вылез из печи значит мы думаем что здесь есть какая-то взаимосвязь между дверью и печью может быть чтобы кто-то сюда вошел вам что нужно попросить наших смотрителей чтобы они прислали все с камер или что реально так было все видели почему а можно вопрос а почему вот вы все слышите как я говорю про носки и гадости что то еще а как тут работает бензопила вы не слышите у вас со слухом плохо потому что вчера что после того как я помогла вам если вы все помните я была истощена и я отдыхал и в эти моменты я не слышу ничего не знаю я оставила его в комнате какой своей потом я хотела вынести положить себе на кровать потом я я хотела вынести его и отложить тебе на кровать ну вот нам тип бензопилой вынес подарок слушайте а я надеюсь что подумал а может быть именно как раз те моменты когда она без сил появляется что-то темное это был обычный мужик с бензопилой в каком-то костюме какая-то что ты выдумываешь ну потому что он договорился с кац видимо как с миланой милана сказала что она была баути мне кажется что она реально смотри она с 6 людям помогла избавиться от плеча от этих головных болей я понимаю что возможно она действительно была истощена и когда она уходит то есть когда она истощается получается что воплощается какая-то другая я не понимаю ты что читал какие-то мистические книги или что говоришь дарю танцову ты читал ну как она же помогла она будет будучи там дистанционно как-то помогла нам избавиться от всех этих болезней которые у нас были вчера как ты это объяснишь не мистикой что ли а ты как это объяснишь какой мистикой у меня плохая новость один из вас самозванец получение наследства под угрозой до конца дня вы должны вычислить это иначе пострадают все сколько можно а что с вами вы в шоке да самозванец если нас сюда притащили мы же не сами единственный самозванец который мог быть среди нас это вот этот мужик вчерашний а все остальные я думаю нормальный я не знаю изольда катс мне кажется опять нас пытается развести хотя нет я хочу спросить вы же все знаете да как вы думаете кто самозванец если вы обладаете некими силами подождите стоп я вас умоляю вчера мы обратились к милане за помощью против изольда катс именно меня повесили эту хрень всеобщим голосованием давайте попробуем милан мы сами в этом разберемся это вам сказать да большое спасибо мы сами да зачем вообще не понимаю как я хочу задавать вопросы она же не адвокат она же просто она она хозяйка этого дома и она почему ты так настроена против да потому что я вообще не понимаю кто вы она подозревает что вы в этом доме вы просто живете в этом доме и все я могу сказать почему она подозревает вас потому что она думает что вы пьете а ей тоже хочется выпить каждый день но она не пьет мне кажется она устраивает здесь какие-то вечеринки просто не устраивает она приглашает потом каких-то может быть ты был стриптизер я не знаю она не в настроении я вижу стриптизер с бензопилой который нас убить хотел я не знаю какие у нее пристрастия потому что они ничего не известно она же не рассказывает о себе ничего если вы позволите какой я спокойный стал последнее время знаете эта штука очень хорошо помогает если ты хочешь успокоить нервы и стать очень очень аккуратным и тактичным человеком ты просто заказываешь себе эту штуку и все становится хорошо в жизни значит ребят скажу сразу вы знаете что я сразу признался да могут на меня подойти подозрения на меня я понимаю это я прекрасно понимаю но скажу сразу что я хочу все подозрения сразу убрать потому что еще я единственный и первый кто сказал что моего моем мой дед это брат простой полоски я сейчас говорю поэтому послушаем потому что мой дед рассказывал моему отцу мой отец рассказывал мне поэтому а я единственный и первый кто сразу же сказал про просковый полный поэтому с меня сразу взятки гладки кто сам название я не знаю я вообще сомневаюсь если а можно вопрос потому что изольда кац нас провоцирует да получается смотрите даже все чтобы мы не говорили здесь существует вот эти люди да которые как бы выше изольда выше нас которые могут просто например указать на тебя что ты самозванец и все правильно получается да правильно получается указать за ниже не знают ну как если они как-то решают нашу судьбу без нас значит они могут решить и этот вопрос и если тут не шутки судьбу там решает это же родственная люди могут если вот смотри катю если тут все под контролем да вот все под контролем и вами камерами и изольда кац знает про нас все что мы родственники что у нас есть наследство что она хочет наши бабки правильно распределить да и вообще не распределить а захопать себе то откуда здесь завестись самозванку вот откуда ему здесь то есть по сути то что я и говорил вчера что она всеми путями будет делать так чтобы забрать поботься себе наследство конечно конечно хорошо а что нам делать смотрите если мы сейчас не начнем выяснять кто этот самозванец изольда нас накажет да если начнем выяснять кто самозванец нас накажет кто-нибудь другой до любом случае накажет знаете как нас наказывают короче смотрите я понял фишку вот изольда кац присылает у нас тут самозванец мы все как простите я в первую очередь про себя скажу я как дурак начинаю искать в ком-то самозванца мы начинаем постепенно ругаться начинаем грызть друг друга и переходить на какую-то вот военную военное положение какое-то подозревать и так далее эти люди весь мир который на нас смотрят начинает тоже все подозревать естественно у них есть какой-то вот кто-то например хорошо относится катерине да вот вот у него ноль вчера была кто-то меня ненавидит 40 процентов эти 40 процентов просто если я на катю например говорю они такие говорят опа ты чё охренел что ли катюха по любому чисто и они берут голосуют за меня изольда добивается своего чтобы нас наказывали и нас наказывают мы с таким ходом ребят вообще не вывезем до конца и не доберемся до наследства хорошо какие предложения а что делать я вот ксю как ты сюда попала меня выкинули из машины я выкинули из машины тебя выгнали с работы да получается я сам ее призвала милана что мне не сояса но смотри мы все не знали что здесь нас что-то ждет нас сюда насильно притащили и один пришел сам но это просто как-то странно значит макс значит ты знал кто тебя вырубил ты говоришь я сам пришел пришел потом то я это ты придумала уже кого я придумал изначально ты всегда говорил что ты сам сюда приехал на автобусе приехал потом я здесь ну значит ты сюда зашел и просто упал в обморок кто тебя вырубил ты видел этого человека как он был с бородой в очках как он выглядел не помнишь ты сам сюда пришел постоянно страны такой какую-то прокачку конечно ничего не рассказываешь о себе говоришь что твой папа это йода 80-го уровня тебя ничего не интересует тебе не нужна новая одежда тебя не интересовало безменное белье тебя все в принципе здесь устраивает почему-то придываешься дурачком специально кто ты такой да и конечно меня да все подозрение конечно не тебя сейчас опять это работе ведь сказал правильно сейчас мы опять переругаемся я самозванец и потом у нас будет другие пути как смотри сам по сути получается вот весь вес он легче и и выкинули с машины васичу угрожали катерину отравили и только макс пришел давай спросим понял что сюда надо прийти значит он получается знал про наследство знал что тут что-то будут делить и решил попасть сюда как-то тоже узнал адрес может он же хакер так я тоже да хаки не сломал знал что может он сломал действительно систему узнал об этом и пришел подождите а вы уверены что он хакер или геймер можно просто умалишенный но он может хорошо делать и что он умалишенный однако у меня друзья у него и умалишен какие что могут притащили сюда чего что у него друзья друзья у него по крайней мере ну или те кому он обратился могут сделать так чтобы да хорошо почему тогда он ничего не говорит потому что это лучшая защита стройте себя дурочкам может быть он друг миланы он не знает как я не знал он просто говорит что у него папа йода 80-го уровня ну я таки говорю достаточно реально знаете что зачем извольте кац надо чтобы понятно зачем чтобы мы переругались да а если мы этого не будем делать нас накажут если мы этого делать не будем но как бы получается будет шесть вот таких штук надеты на вторую руку ногу лоб язык и жопу хорошо в таком случае среди нас действительно есть какой-то самозванец а если она хочет так да есть давайте его найдем как мы это можно уже это делаем да да извините я пропустил хорошо можно вопрос то есть получается нам в любом случае нужно предоставить какого-то самозванца правильно даже если его среди нас и нет но и признаться просто так взять на себя героизм вину типа вот как ты вчера сделал позавчера дело типа это я накажите меня за это тоже накажут потому что она точно знает что делает если она точно знает что делать она значит то есть нам никак ее не обмануть ну как можно обмануть человека который следит за нами сутками под камерами как можно обмануть даже сейчас мы это обсуждаем она смотрит и может будет жжет и такая давай-ка давай-ка ну как щу понимаешь смотрите может быть и может я самозванец но я этого просто не знаю потому что ее реально не знаю кто у меня из родственников есть снега у меня нет не было никогда таких родственников может быть я и самозванец может я не являюсь родственником я просто об этом не знаю вполне может быть вполне может быть когда давай определим что самозванец это ты и прекратим и скажем и зоди кашу самозванец это ты я это точно знаю понимаю но также другие и каждый из нас же не знает может быть мы не отпадать потому что он слушает все и он дружил с миланой изначально ребят короле изначально знаете чё я думаю она тебя призвала изначально знаете чё я думаю смотрите давайте короче чтобы нам не было хотя бы скучно вот так чтобы и тупо не искать давайте просто в мафию зарубится короче знаете игру мафия да есть такая игра крутая то есть вместо мафии будет самозванец вот и все вот короче так кто кто-то кто-то из нас о а мы можем еще милану позвать как она может провести вообще-то я рассказываю правила игры значит есть мафия игра то есть здесь мафии есть мирные жители задача мирным жителям найти мафию а мафии что делает мафия ночью убивает мирных жителей чем меньше мирных жителей становится тем больше шансов у мафии победить соответственно в данном случае изольда катс это мафия а мы мирные жители мы знаем лишь кто вольда катс получается ну просто ладно без изольда катс она просто наблюдает за всем этим да среди нас одна мафия кто-то самозванец это и есть мафия видимо кто-то реально что-то знает но ничего не говорит и как мы будем это выяснять мы будем сейчас каждый говорить и защищать свою позицию кто нем и до конца вообще вот как как это возможно и будем искать тех кто проколется в моменте где мы найдем если допустим юр я не знаю фактов я не знаю мне нечего даже говорить в оправдании я не знаю давайте тогда отталкиваться вот от этого что там написано там написано один из вас самозванец что значит самозванец когда сама позвался звали звали сам позвался сюда единственный безумный макс который прибежал но это он сказал что ему пришла какая-то на почту какая-то фигня да на почта тебе пришло что вот тем не менее его пригласили хотя бы сюда но тут момент тут есть момент один ну типа хорошо но может быть макс первый расскажет ребят тем более тем более тем более тем более его реально позвали сюда его позвали сюда но это могла бы быть подстава его могли специально сюда позвать чтобы и чтобы он рассказал эту хрень чтобы отнести подозрение видимо кому-то удобно чтобы этот самозванец был здесь среди нас и отбирал у нас бабки или что-то свое там проворачивал не знаю а макс и чё макса взял подставил он добрый человек никому ничего не делает никого не трогай я сейчас подумал и серьезно решил а мы согласны сыграть в эту игру да ребят давай ну честно же будет по крайней мере хотя бы ругаться не будем друг на друга игра я уже долбался ругаться серьезно ну все макс ты пожалуйста скажи в чем дело и как ты сюда попал можешь подробно рассказать просто как ты счет как ты очутился и почему ты сказал пришел ты же мог не приезжать ты же мог не приезжать почему ты сюда приехал ну расскажи всем расскажи не только мне всем всем я прошу про себя и говорю то начали позвать его позвали ему сообщили я и говорю ну вот и пришел поэтому и все на прокате а как я просто ну как будто игра это вот что не скажи еще может ты копал где-то может и бежал лежал в окопе может ты что-то полз где-то фашисты нападали а ты отбивал вообще слов он не говорит он ходит просто из стороны тогда это подозрительно ну реально ведет себя так как будто бы он что-то сделал он молчит и ходит неожиданно смотри к нам опять пришло у нас какой-то самозванец не будем спрашивать милану не о чем ребят я не могу самозванцев на меня нападаешь на меня все время нападает прокачиваться сам ребят ребята самозванцем не я давайте 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 смотрите у нас быть милана она будет давать каждому слова не будем перепалку устраивать и говорить поперек да давайте вот тогда я буду понимать хотя бы что мы официально начали играть запомните хера не понимать запомни пожалуйста ты должен себя оправдать и привести аргументы если ты этого не проводишь значит ты самозванец и мы тогда будем это будет честно просто честно будет если тебе дорога твоя правда твоя защита ты будешь себя защищать эти те пофиг на тебя нас само на самого себя ты не будешь этого дело тут и либо дали бы нет и мы и мы ничего не сможем сделать мы просто получится так что каждый защитить себя ты не значит ты будешь самозванцев и тогда и Ingredient дальше не знаю что будет а я не могу понять мы даже не будем выбирать тебя ты сам сделаешь сам поставишь себя в эти условия это раз пусть подожди подожди лечка пожалуйста подожди милана ты будешь давать нам по минуте высказаться вот если кого-то надо говори помолчи не перебивай ну как тут короче делаешь справедливо вот это вот все хорошо что вы высказывается мы хотим как-то голосовать еще будем против кого нет я думаю мы не будем голосовать а смысл голосовать ну как поймем из разговора будет понятно да кто короче ну все поймем вы хотите выяснить разговоре кто из вас самозванец да просто поговорить не ругаться в этот раз мы не хотим уже ругаться вчера днюха прошла весело как-то не хочется ругаться а ты послушай о кому милана больше всего поверит все хорошо а из милана все без милана из ольда кац 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 мы без милана это делаем милана просто наблюдает мы не просим помощи мы ничего не делаем мы играем по правилам погнали кто-нибудь хочет сказать получается то есть мы сейчас тебе будем рассказывать да защищает себя осмотрители тоже могут подключиться и проголосовать по сути кто из нас мафия тогда верно не то есть они могут проголосовать как они считают кто из самозванец потому что раз мы сами не можем это решить им со стороны будет виднее потому что мы здесь уже находимся 6 дней и мы уже как бы ну все равно общаемся нас сталкивает какой-то быт соответственно как бы со стороны будет виднее все не могут голосовать абсолютно верно поэтому макс нас нас не надо убеждать ты сам себя спасай мы тебе вообще не нужны ты сам себя спасай не надо нас убеждать ты сам ну как бы включи голову ты же если ты самозванец то ты лучше признай сейчас просто и все мы уберем всю эту игру и нам не будет скучно я нет защищай просто хочу понять и направить возможно максима на то что ему необходимо говорить то есть вам а поскольку вы как таковое действительно не знаете ли вы родственниками вам нужно доказать если я правильно поняла что вы сюда пришли не специально сами до всех обманываете что якобы тебя ударили тебя нет возможно возможно то есть мы правильно ли я обманывать абсолютно верно а зачем кого-то обманывать за тем что наследство и бабки то есть кто-то из нас мог просто знать заранее знаешь еще кто-то кто-то мог сделать кто-то мог узнать нашего родственника что у этого родственника есть деньги завалить его и прийти вместо него сюда или мы все тут можем это сделать мы не начинаем мы рассуждаем что не торопишь мы просто рассуждаем как могло бы быть милана только что подкинула идею что например ты не вась-васич тебя просто откуда мы знаем что ты подлинный вась-васич нам показал паспорт такая же история с вами поэтому мы сейчас абсолютно такая же история с тобой и с тобой вот поэтому мы и рассуждаем сейчас если нужно рассуждать давайте порассуждать давайте очень порассуждать ты здесь самая такая я вам для чего это не доминается то это то все понимаешь ты настроила против себя всех вас вас включаешь вас подожди на какой-то васить 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 что-то орешь то сразу слышь ты пурица тише но это не значит что он не родственник возможно это хитрец который уже спланировал как он или она заберет все наследство возможно кто-то знает больше чем остальные а знает больше чем остальные это ты ловость я что я знаю большим остальные если вы сейчас не остановитесь мы обострем весь наш план который запланировали только что кто-нибудь из вас пожалуйста остановитесь ой большое спасибо как это легко делается к этому очень начать первым давайте я начну или кто-нибудь момент когда говорит кто-либо все остальные молчат я правильно понимаю хорошо хорошо и начинай давайте я я тогда скажу ну буду откровенен если можете задавайте вопросы какие хотите я буду говорить все меня знают меня зовут юра я живу в сочи все это время я прошу прошу я переблю тебя просто ты сказал что каждый может задавать вопросы нет сначала каждый из вас вы скажете почему он не самозванец хорошо после того как все мы договорим вы сможете задавать друг другу вопрос хорошо не перебивайте пожалуйста друг другу хорошо я не самозванец потому что я здесь не по своей воле а я приехал в москву к друзьям погулять потусить развлечься как обычно я это делаю каждый месяц я прилетаю к друзьям москву хотя понимаю что тебя эта история весели что мне по щам надавали ну да ладно я прилетел в очередной раз на день рождения к другу к своему повеселился из и на следующий день должен был улетать но по странным обстоятельствам я пошел через парк хотел срезать потому что мне какой-то чувак подошел и сказал вот так будет короче хотя у друзей до этого узнал что этой дорогой ну по прямо вдоль дороги будет быстрее я решил срезать через парк и почти видимо дойдя до конца к метро потому что уже долго шел я увидел чувака который тискает девчонку ну серьезно тискает ее прям снимает с нее одежду прямо она кричит ему а он здоровая наша маленькая я как парень как любой бы наверное человек мужик который хотел бы защитить девчонку я подошел и сказал что ты типа делаешь ты хотя бы присветен я не знаю ты уж в центре парка если ты уж маньяк тот зачем ты в центре парка она убежала он отвлекся на меня стукнул мне и единственное что я помню что я ехал в тесном месте но я подозреваю что это был багажник я просто ехал багажнике машины потому что да сочи пьяный бухать с друзьями я ехал багажнике это было тоже самое было похоже вот и все я не самозванец я здесь мне кажется даже случайно но со вчерашнего дня я как-то даже рад тут находиться потому что я узнал что у меня есть родственники и и окажется много бабок до которых я могу добраться я прошу не перебивать друг друга ты закончу да вопросы нет сначала каждый выскажется потом вы друг другу будете мы можем забыть эти вопросы хорошо тогда я вам не нужна правильно нужно давайте я когда в самом начале перед тем как юрий сказал говорила это никто не возразил но потому что это пришло сейчас давайте возмущаешься всем хорошо хорошо потому что она самозванка по ней видно я сказал вопрос можно как-то забыть хорошо я вас услышал давайте по плану действовать почему вы все включаетесь в разговор зачем вы это делаете я понятия не имею вот вообще сейчас ты включилась потом ты и потом ты зачем я вас услышала услышьте вы меня хорошо после каждого обращения вы можете задавать вопросы но как бы я не понимаю смысл игры тогда то есть вы просто общаетесь сначала надо сказать защите защититься мы друг друга не знаем ребят я серьезно ничего вас не знаю только как сюда попали понятно поэтому хорошо давайте юрий сказал задавайте свои вопросы мне тогда непонятно смотрите знаете что хочу сказать ребят получается что каждого здесь вот человека целенаправленно за мной пришли на стройку это ты сама скажешь мне вопрос какой задавать я хочу тебе задать вопрос а ты получается вот просто хочу понять смысл в чем ты получается случайно то есть за тобой никогда не приходили ты сам вляпался в это может не зная того а ты сам самозванец если бы ты прошел мимо то возможно ты бы здесь не очутился возможно я не отрицаю но так случилось что я здесь очутился я не по собственной воле по собственной воле и у этого чувака спросил но по собственной воле этого чувака спросил и он сказал он сказал он сказал он сказал пройти вон туда я пошел через парк и оказался в этом в этих обстоятельствах он меня вырубил все вот почему я оказался здесь я хочу спросить а ты приехал к другу а почему ты шел один где друг то был у тебя в тот момент друзья поехали домой друзья поехали домой и я сказал что я завтра улетаю они сказали хорошо встретимся в аэропорту потому что у одного друга жена дома у этого ребенок но он в разводе короче ну я бы не хотел ехать к ребенку маленькому там купить веселиться а ты пошел я шел в костел свой я постели остановился но обычно я у друзей остановлюсь но когда паша когда у паши сын родился я просто не стал там ну зачем если приеду надолго хорошо окей а так я на пару дней но я остановился просто мне кажется все запаниковали как нет не знаю еще есть вопрос если вы сейчас был еще стул я бы спокойно присел задеть и никому бы не мешал могу постоять у кого-то еще вопросы есть да и вы расскажи мне пожалуйста такую вещь почему ты решил поверить не друзьям чтобы идти через то место которое они твои друзья сказали а ты поверил какому-то абсолютно левому чуваку вот это хороший вопрос очень знаешь знаешь почему он он так убедительно как-то вот у него такие голубые глаза были здоровые так убедительно я сам потом я реально сам не понимаем мне показалось что он точно знает и что он правильнее скажет и тем более очень поздно было уже было темно я хотел реально быстрее добраться в хостел до 12 часов до 12 часов ход было время уже было где-то без без 15 без 20 и 12 что-то такое а нет до хостела минут десять ехать я не хотел штраф там переплатить и так далее я шел уже торопясь он мне сказал и он мне подошел спаси зажигалку я говорю у меня я я не курю я говорю слушай вот так же правильно идти он говорит да правильно но вот так будет быстрее я говорю ну ладно то есть ты хочешь сказать что ты идя после вечеринки с друзьями по парку встретил парня с голубыми глазами увидел каким-то образом какого цвета у него глаза оценил их увидел парня который начал тебе убедительно говорит говорить говорить и ты и ты как бы доверился не друзьям которые в принципе тебя точно не могли не подставить ничего а ты доверился парню с голубыми глазами который якобы был очень убедителен в том что тебе нужно идти не так как тебе сказали друзья а тихо я сказал я же говорю сейчас я живу а вот так тебе надо идти а теперь я тебе скажу вас хочу такую вещь но сейчас во первых пытаешься на меня подозрение навести уже сразу меня обвиняешь я не обвиняйте давай я уже скажу я тебя выслушал ты меня сейчас обвиняешь твоя интонация говорит о том что ты хочешь сказать ты поверен то есть ты нам врешь юрец нет я говорю так как было да в жизни такое бывает когда ты спешишь идешь быстро к тебе просто так подходит чувак и говорит вот так вот так ты а у кей хорошо особенно в москве я в москву каждый раз катаюсь тут очень большая динамика тут все время надо спрашивать где куда чего пройти или тут мы не тут у меня ощущение ну да я ему поверил да я ему поверил я я сказал окей хорошо я пойду но я не там не было супер выбора глобальных этих выборов присяжный суд решить идти правильно или нет это было быстро раз два три четыре куда туда там короче хорошо ладно это просто случай и это что значит просто случай это незнакомый чувак который вообще левый ему сказать я тебе еще раз да это было так да это было так дальше что я тебя в жизни я тебе задаю вопросы я мне и все надо задавать у вас варенье я не надо за хорошо мне как у тебя вопрос хотел задать давай задавай вася вася ты что ты на меня палец а что проблемы вася вася ты рушишь всю игру а теперь я перехотела проблемы вася ты рушишь всю игру хорошо хорошо ты рушишь всю игру вопросы еще есть сейчас до тебя доберемся еще нет и переживала забыть свои вопросы если ты к людям так то и люди к тебе так же я короче высказался да это было так я увидел этого чувака все хорошо катерина скажи почему ты не самозванец я не могу утверждать если я и самозванец то я об этом не знаю скажу так так же как и любой из других участников здесь во первых за мной пришли целенаправленно потому что ко мне пришел человек я уже уезжала садилась машину меня откликнул молодой человек сказал катерина у меня там есть очень выгодное предложение игру хорошо пройдемте чтобы не разговаривать на улицу я с ним вернулась в свою подсобку на объекте предложила ему чай зачем я это сделал дурында я не знаю никогда этого не делала тут чайком захотела угостить она сама хотела пить предложил ему чай я выпила глоток я не знаю мне кажется что мне что-то подсыпал или что-то сделал я выпила глоток и все и меня вырубила в сон прям вырубила это оказалось здесь да и проснулась я здесь вот у печи уже у меня вот знаете вопрос зачем вы говорите все то что вы говорили за вопрос будешь задавать вас я все это прекрасно слышал мне добавить нечего я слышал вот то что ты говорил разрушая это все мы все знаем оправда оправдания оправдания какие какие у вас оправдания за мной пришли то что ты говоришь я не сама сюда пришла это то же самое что по сути когда у человека нет оправдания у нас идет голосование ты будешь вопрос задавать я пытаюсь понять мне чем вы говорите все одно по одному что там написано победителю достается наследство от юрца ли макс до конца быстрого голосования давайте начнем с вас разбираться подождите садись пожалуйста вась васич у тебя можно тебе сказать у тебя вопрос задача сейчас игра состоит в том чтобы задавать вопрос не обвинять у тебя вопросы катерине есть вопросы катерине есть вопрос какой то есть вопрос не надо на меня я поняла что хотел сказать василий не важно что он пытался сказать внутри юрец тебе на чего я вам здесь нужна как-то везешь свою игру которая тебе удобно потому что думаешь что тут все согласились там уже на тебе я не согласен на такую потому что мы договорились задавать вопросы а ты их не задает они просто не понимают зачем оправдывая себя говорите одно по одному я то что мы это уже случилось мы до тебя оправдание хорошо я бизнес там свой теряю вчера написали что уже бизнес владеет сан саныч какое это не оправдание что я туда пришла не сама и не по своей воле бизнес забрали у меня бизнес забрали вчера мой день рождения этого мало все я все сказала это может спокойно как бы знаешь когда здесь открывается дверь и появляется мужик с пилой мужик с пилой так же это может быть и написано там чтобы тебя спровоцировать а может быть это делается специально чтобы нас обмануть понимаешь что якобы твой бизнес забрал сан саныч как он может его забрать каким образом он может забрать если либо это дарственная какая то должна быть мне током бьется просто я хочу когда ты в объекту когда ты вопрос кати задашь просто не понимаю как и это помимо кроме меня кати вообще никому никаких претензий нет до вопросов надо задавать Я правильно понимаю? Да, у меня нет нас претензий. Не вопросов никаких, да? Вопросы надо задать. Хоть один нормальный вопрос, Васич, задашь ты сегодня? Сейчас у нас один. На самом деле, нормально, абсолютно разбираюсь. Я не понимаю, почему, сука, всем срать на то, что здесь никто, в принципе, никакого оправдания не сделал. Не ты. Хоть один вопрос. Да у нас не оправдание, у нас игра. Давайте мы дадим выскажется Василию. Давай, высказывайся. Василий, скажи, почему ты не самозванец? А можно я сейчас добавлю? Тебе смотрители твои не верят. То есть, ты по подозрениям падаешь. Давай, апеллируй, говори. Я хочу выслушать всех. Нет, Василий, решаюсь. Здесь я, вы сами попросили. Выскажись, пожалуйста. Ну, что высказываться? У меня все просто. Я еще раз говорю. У меня все просто. Я вообще, я четыре с половиной года. Блин, Василий, мы это слышали. Скажи что-нибудь новое. Слышь, да, я сейчас договорю, а потом объясню. Ты понимаешь, о чем я? Я четыре с половиной года вообще знать не знал и ведать не ведал. Никакой дом, ничего. Выхожу, не ствол. Я вообще просто спасался от жизни. Юрий, не перебивайте, пожалуйста, Василий. Так как я единственный, кто здесь первый сказал про Пасковику, Павлу Смит, единственный. У меня же есть документы, понимаешь? И у деда паспорт, и у отца паспорт. Ну как? Какую фамилию паспорт? Сначала выскажется, Василий, потом вы все зададите вопросы. Ребят, вы сами хотели играть. Я имею в виду документы, сохранились. Понимаете? Если надо, я могу их предоставить. Откройте мне дверь, я их предоставлю. И докажу, что я связан с Праскоей Павловной Смит. Вась, Василий, да я понимаю это. Все. Мне вам объяснять, самозванец я или нет. Вась, Василий, о, хорошо, мы услышали тебя. Вопросы к тебе. За что ты сидел? Почему ты сидел четыре с половиной? Как это связано? Пять лет. Я только что доказал, что я не самозванец. Да нифига не доказал. У меня вопрос. За что ты сидел? Почему твои друзья тебя впрягают после того, как ты отсидел вроде бы свой срок? Почему вы вызываете моими друзьями? Почему, я не знаю, почему ты прибежал сюда? Почему, почему, почему ты все время кричишь? Почему ты на всех все время наезжаешь и всех подозреваешь? Вот смотри, сколько вопросов. Хотя, ответь на первый вопрос. За что ты сидел? За что? Это может быть связано с деньгами, понимаешь? Очень много вопросов. Нет, за что ты сидел? Вот первый, единственный вопрос. Вот за что ты сидел? За убийство любознательных. За убийство любознательных. Кто был любознательный, и почему ты его, за что ты его убил, Вася Васич? А, он слишком много вопросов задавал. Не, за что ты его убил? Слишком много вопросов задавал. За что ты его убил? Кажется, не то. Вы что, не понимаете, что наследство вот этого вот, вот это вот ждет кого-то из нас? Либо опять юрца, понимаете? Можно я? Пока мы не решим, кто самозванец. Почему? Решаем не мы, решают смотрители. А что мы тогда это наладуем? Мы рассказываем, чтобы не получить вот эту штуку. Вася Васич, мне кажется, ты потерял ответа. Как бы ты не рассказала, если большинство решителей... Так ты можешь его убедить, этого человека, который смотрит сейчас, все решают за тебя вообще-то. А ты только и сделаешь, что грубишь. Мы тебе задаем конкретные вопросы, вот он сейчас задал. На которых нет ответа. Что окей, Вася? Я не грублю. Ты опять уходишь от вопросов. Я отойду сюда и не буду никому губить. Нет, ты присядь, ты уходишь от вопросов. Катерина, Катерина, давайте, Вась Васич закончил. Лия. Только он на вопросы не отвечает. Он не хочет отвечать, это зрители решат, кому наследство мое передастся. Лия, дальше. Ты что-нибудь скажешь о себе? Я. Почему ты не самозванка? Я сама не знаю почему. Не, давай уже защищайся как можешь. Не хочу защищаться. Не хочешь защищаться. Ладно, вставай. То есть все хотят получить твой, видимо, шокер? Да. Ну так он может остаться Юрцу. Как он может остаться Юрцу, если там глаз у вас? Запрошу. Смотри, здесь-то тоже написано Юрец. Ты глазки свои разъю. Там 0%. Юрец. Я понимаю, но до этого, когда вчера было, ты 37% вообще вела. А потом... 27% мне было. Ну какая разница? Видишь, ты все прекрасно. Почему ты взял, вот мы вначале сели спокойно, договорились обо всем. Можно Максу расскажет? Ты сказал хорошо и все ты рушишь сейчас. Макс, послушай. Давай, говори. Смотри, вот все думают, что, да, типа я там самозванец, типа я сам сюда пришел, да, типа что я пришел, что-то хочу, да, там типа забрать наследство. Ну это все понятно, да, на меня вся сейчас волна пошла, да, как в тунамике. Пойдем объяснем. Здесь опять же смотри, в чем вопрос, да. Ну пришел-то я сюда как прокачиваться, да, то есть сам я хочу прокачаться, да, понимаешь? И помогая вам тоже, да, в основном, ну зачем мне это, на вот то, что я прокачиваюсь, да, я вот у меня нет ноута, да, я хочу ноут себе. Вот зрители, если вы мне можете, да, пришлите ноут, вообще я без него не могу, у меня уже в моторе по пальцу просто переходит, да, вот так вот, да, вот так вот будет сейчас. Ну вот, и во-вторых, да, то есть как бы ноут, я же геймер, да, то есть играю в игры, я буду зрителям показать, как я играю. Я прохожу, то есть игра комментировать, да, то есть все это, понимаешь, зачем мне это надо? Ну понимаешь, только ты сюда пришел сам, и только ты умеешь делать оперистничать, ты умеешь. Вот эти всякие дела, переводы, счета, может быть уже чуть-чуть. И переводы, я не умею ничего. Как ты умеешь, я тебе помог, посвачь, что помог же? Друзья помог, я после говорю, то то, что я... Друзья тебе могли помочь, понимаешь, что ты у меня очень много подозрений называешь, очень много. Я сам-то вообще безобидный, я геймер, понимаешь? Да мы не знаем, кто ты. Я и говорю. Ну так говори. То, что я-то, понимаешь, я играю, да, то есть игры, да, то есть знаю, там, типа, вот. Макс, ну ты один сам пришел, вот у меня вопрос. Значит, ты адрес, как ты шел? Адрес, значит, у тебя был адрес, как ты шел? Какого адреса-то у меня не было ничего. Ну как ты шел? Куда шел? На лево, на право? Ты вот даже не знаешь, на какой автобус ты сел. Ты нам не говоришь, на какой ты сел автобус? Ну это сел и сел, пришел и проявил, то есть, что ты ко мне... Ну ты прежде чем садиться в автобус, деньги же нужно как-то оплатить. Человек смотрит, в какой автобус он садится. В какой-то автобус сел, ты нам это даже не можешь сказать. В какой ты сел автобус? В каком городе? Город сказал Екатеринбург. Ну сел и доехал. Номер автобуса, какой маршрут, как ездит, как ты добрался, сколько часов ехал, понимаешь, сколько вопросов. Задаешь вопрос и отвечаешь на него. Все очень просто, Марк. Какой номер автобуса был? Не дави на него. Сейчас мысль дошла. Он понял, сейчас отвечать. Думаешь, я помню какой там номер автобуса? Сел и поехал. Сел и поехал. Да, то есть я остановил. Ну с первой попавшей получается? Ты не смотрел на автобус? Первой попавшей сел и поехал, да? Ну остановился, я поехал. Так, приехал, вылез с автобуса и куда пошел. Как ты пришел именно в этот дом сюда? Как ты пришел именно сюда? Как пришел? Потом я здесь очнулся на полу. С автобуса ты же дошел до дома до этого. Потом я вырубился и все. Потом здесь очутился. Вырубился ты где? На улице вырубился? Получается на улице. И оказался здесь. В сознании. Какой стальце ты взял и вырубился? Как это понимаете? Ну как-то так. Уснула или что? Ну смотри, я же перед этим как играл, меня вырубило само по себе, да? Перед этим, когда я начал в Артопт-Танкс проходить, да, игру играл, меня вырубило, потом очнулся. То есть у меня бывают такие припадки, он меня вырубает. Вот, и потом здесь я оказался, понимаешь, в чем дело? Очень сложно. Я не знаю, я вообще ничего не говорю, тебе не весело, но как нас на нас может наказать, я понимаю. Хорошо, Ксю, давай ты скажи что-нибудь. А что мне, я вообще на самом деле не очень бы хотела рассказывать свою историю, потому что она не очень, как бы... Сейчас Вася, Вася, сразу... Подскочил, что ты подскочил, да? Потому что он сразу уже бежит. Ты как-то меня пальцем в том, что я самозванка. Я не самозванка, мне здесь находиться в этой халупе нужно меньше всего, потому что... Ребят, можно вот, Ксюш, ты не хочешь свою историю рассказать? Я понимаю, но я хочу вам одну штуку сказать. У меня сейчас горит рука внутри, до самой кости. Я вам серьезно говорю, это не шутки. Кто получит эту хрень, тот будет с ней ходить, видимо, сутки и будет наказан. Это будет жестко. И тот реально меня поймет. Вот тот реально почувствует. И я вот, видите, как я... Я вот сейчас вообще... Мне не хочется кричать. Мне не хочется выходить из этих своих... Я как бы не хочу соскакивать с ней. Потому что сейчас я соскочу, я чувствую сюда. Мне жжется прям вот так, во все. У меня каждый раз... Мне бьет ток, у меня каждый раз встает и опять не встает обратно. Понимаете? Не хочу, чтобы вы, пацаны, это испытывали. Серьезно. Вот это не шутки. А у девчонок, наверное, соски будут стоять. Вы, конечно, простите меня за эти шутки. Ладно, ладно. Ну так и происходит. Вот. Поэтому я вам серьезно говорю, это больно. Это очень больно. Поэтому давайте по-честному просто поговорим. Ксю, как бы тебе не хотелось рассказывать, ты сейчас должна рассказать. А если ты не расскажешь, люди посмотрят и повесят. Это больно очень. Я сейчас без шуток говорю. Вот даже вот без шуток. Хорошо. Я, как всегда, каталась на машине по Москве. Я была в Москве. Я каталась вместе с Эдиком, которого вы все знаете. Это мой мужчина, мы с ним встречались. Лея, Лея поменялась. Смотри. Ну говори, говори. Ладно, ладно. Подождите, это еще не все. Голосование идет. Он очень... Он очень... А что там написано-то, Макс? Прочитай. Ну поменялось голосование. Поменялось голосование. Юрец, мы с тобой по нулям. С Ксю по нулям. Лея 60% уже. Может предоставим слово лучше сначала Лея? Лея, да. Лея не хочет сейчас. Лея, ты не будешь? Лея, Лея, родненькая, роднулечка, сестричка. Это очень больно. Я верю. Я тебе серьезно говорю. Почему ты не самозванка? Получается, зритель знает что-то большее и поэтому голосует за нее. Нет, потому что она, когда я ее спросил о том, что почему ты не самозванка, она говорит, я не хочу ничего говорить. Нет, я потому что они, зрители, постоянно все видят. Ну все, все. Давайте нам Лея сейчас трогает, что у нее 60%. Они что-то знают зритель. Нет, ну ты должна говорить, почему. Да ничего не хочу говорить. Что смысл рассказывать одно и то же. Я рандомно зашла в какой-то магазин. Там меня обкурили какой-то хренью. Я очнулась тут. Ну ты же говоришь, что ты видела Милану. Да, вот этот момент. Можа видит. Если ты думаешь, что я самозванка, ну пожалуйста. Тогда получается что-то делать. Ну знаешь, это просто тактика такая, типа пожалейте меня. Нет, просто нет. Она просто не хочет ничего делать. А что? Ну пожалейте. Зрители реально знают больше. Да нет, ребят, на самом деле, если она видела Милану, то она точно не может быть самозванкой. Значит есть какая-то связь. Мне кажется, сейчас просто смотрители накажут беззащитную девочку. Почему вы не считаете, что это тактика такая? Хорошо, тактика. Когда же вы же в одной комнате проснулись? Да. А Милана в тот момент была рядом с вами? Да. Что Лия сказала? Первое, что она сказала, типа это из-за тебя меня выгнали с работы. И это ты виновата. И она говорила с ней, как будто они друг друга знают. Я вам с первого дня пытался об этом сказать. Хорошо, значит выходит так, что Лия знает Милану. Это факт. И поэтому, видимо, Лия что-то чувствует. Ну, видимо, у тебя есть какие-то способности. Значит, она четко понимает, что она здесь. Она бы не хотела здесь оказаться, но она здесь. И, соответственно, она не самозванка, если Милан ее позвала сама. Даже к Милане не обращаясь, это стопроцентный факт. Поэтому Лия пока может, ну вот, типа, ну. Мне кажется, это факт. Ну, а как тут? Что тут еще скажешь? Факт, факт. Ну, что тут еще скажешь? Это странно. А что ты, вот сейчас, ты знаешь, что прям адвокатом всех решил стать? Адвокатом всех. Только когда касалось меня, ты стал мне очень-очень много вопросов. Это мне не лицемерие? Знаешь? Почему ты моим адвокатом не стал? Знаешь почему? Может быть, ты сейчас специально себя ведешь в сети, чтобы зритель посмотрел, какой ты у нас хороший. И чтобы из тебя вот эту хрень сняли. Ну, конечно. Потому что, смотри, до этого ты на меня наезжал и говорил, ой, Васильевич, сейчас до тебя доберемся. Вот такие у тебя реплики были. И как давай, подожди, и как давай мне вопросы задавать. То, все, пятое, десятое. А потом ты резко стал хорошим. Понимая, когда реально, я понимаю, что это больно. Я понимаю, что это больно. Но сейчас ты хочешь показаться хорошим, защищая всех. Чтобы, чтобы зрители тебя сняли и посмотрели, ой, какой у нас. Васильич, знаешь что? Каждый видит в человеке то, чем сам является. Так что, фу. Что фу? Ты вспомни, как ты с ней дралась. Катя, у тебя появилась. Катя. Ну и у меня там появилась. А у меня появилась. Смотри, смотри, у всех, кроме тебя, есть что-то у всех. А у тебя ноль процентов. У него, потому что у него и так уже это что-то. А почему она не может остаться? Васильич, смотри, Васильич, во-первых, я тебе отвечу. Серьезно, я тебе отвечу. Давай, ответь. Во-первых, ты знаешь еще позавчера, три дня назад, ты знаешь прекрасно, что я за правду. Макс, у меня с Максом. Я за правду. И мне как-то не надо вот этого вот всего, понимаешь? Мне не надо брать, мне не надо лицемерить. Не надо лицемерить, мне не надо ничего этого говорить, понимаешь? Мне этого не нужно. Просто этого мне не надо. Видишь, я даже дифирамбы поюзну. Да. Мне этого не нужно. Понимаешь, мне этого не нужно. Потому что, как бы, ну я за правду. Я не хочу нравиться никому. Я тоже за правду. Если бы я всем нравился, вы на меня бы в первый день не повесили бы эту хрень. А ты мне объяснишь? Да, я скажу. Да, ладно. Да, я скажу. А почему я тебе задаю вопросы? Да, да, да. Потому что ты с первой минуты начал тупо обвинять, вот прям, а почему ты думаешь, что это вот, а может быть ты сам? И ты, понимаешь, у тебя такая интонация обвинительная. Ты спокойно не задаешь вопрос, ты спокойно не декламируешь. И тебе хочется где-то психологически просто ответить. Хочется тоже что-то что-нибудь сказать. Но ты сдерживаешься, а для тебя все равно даже это подозрительно. То есть ты даже не контролируешь себя, не понимаешь, как от себя идти. Ну что же вы опять делаете? У вас было простое задание. Решить. Последствием игры. Ты же сам изначально говорил, что хотя бы через шутку. Мы должны выяснить. А вы сейчас просто снова грызетесь между собой. Зритель потеряется. И будет просто так. А-а-а. Вась Васич почему-то обрубает мне. Я хочу повеселиться, пошутить, потанцевать как-нибудь. И он сегодня будет при челюсти поговорить, но у меня не получается, понимаешь? Ну вот опять, смотри. Я начал нервничать, и у меня челюсть упала. Катюш, мне нужна сучка, моя помощь. Вась Васич, сколько ни возьмешь, что он может сильно ударить. Выпрями мне, пожалуйста. Просто лёгко. Что это? Это опять с тобой? Ну что, я скажу, я оплеуха мне нужна. Лёгко просто, вот сюда. Ты можешь мне ввести? Пожалуйста. Пожалуйста, просто влечь мне. Слю. Я хочу просто, ну может меня оплеуху взять просто и всё. А, и всё, а, всё, всё, всё. Ой, я вообще разду, мне сразу теку. Прости меня. Скажи, Милан, пожалуйста, договорись что-нибудь. Извини. Ну так вот, из-за того... Челюсть нарежет просто. А. Из-за того, что вы занимаетесь тем, чем вы, как обычно, уже на протяжении семи, уже сегодня восьмой день занимаетесь, они не понимают кто что. Вы не можете объяснить, почему вы не самозванец. Доказать, что действительно произошла такая ситуация. Помните, я говорил про ток, когда... Извините, у меня... Милан, подожди, я тебя прошу, меня ток бьёт. Милан, она. Милан, она ток бьёт. У меня 25%. Давай... Су, давай рассказывай про себя быстренько. Всё, дело в том, что... Как мне снять это возбуждение? Мне надо холодной водой побрызгаться. Сейчас, ребят, я сейчас приду. Я ехала на машине по Москве, как всегда, с Эдиком. Мы катались. Я пила мартини, как всегда, из своей любимой мартинки. Всё было хорошо, ничего не предвещало беды. То есть у меня до этого жизнь была прекрасная. То есть я ни в чём не нуждалась. Я ездила... Сейчас бы я вообще должна уже быть на море и загорать под солнышком. Попала в эту халуфу. Я ехала, каталась, мы слушали музыку. Потом Эдиком на телефон приходит сообщение какое-то. С какими-то текстом и фотографиями. Он очень сильно рассердился. То есть я, это была точно не я. Да, то есть меня подставили, вы понимаете? Ну, а если ты прибухнула и что-то сделала, не помнишь... Нет, ничего, всё в порядке. У меня всё очень хорошо с памятью. Сейчас не время вопросов. Я рассказываю свою историю. Он рассердился и выкинул меня из машины. Просто из машины. Это такой высокий Мерседес чёрный. И он просто взял меня так толкнул, и я полетела. И у меня разбилось колено. Потом я шла под какой-то трассе и стала голосовать. То есть ловить машину. Мне нужно было добраться, потому что у меня был ещё пиджак со мной. Там был телефон. Он разрядился. И туфли. Туфли у меня были тоже как-то потерялись. Вот. И я шла босиком по этому асфальту, стала ловить машину. Я становился какой-то мужчиной. Я говорю, вы меня до Москвы не подбросите? Он говорит, конечно, садись. Я сажусь на заднее сидение. Он видит, что я плачу. У меня разбитое колено. Он даёт мне салфетку, чтобы меня успокоить. Я, если тебе не интересно, можешь выйти. Давай, всё-всю, продолжай. Чё, ты продолжи, пожалуйста. Я начинаю вдыхать, ну, как бы вытирать слёзы. И случайно вдохнула эту салфетку. Я просто отключилась. И потом проснулась здесь. То есть вы понимаете, что мне, в принципе, как бы я не могу быть самозванцем, потому что у меня была прекрасная жизнь до этого. То есть если бы все бы не случились, я бы как бы и не расстроилась. Потому что у меня всё было отлично. Как бы вы мне вообще не нужны. У меня всё было прекрасно. А теперь я должна вот есть с листа, пить из каких-то бокалов. Какие вопросы у меня есть? Какие вопросы? Я жертва обстоятельств. Меня подставили. Вот я тоже. Нет, у неё коленка разбитая была. Это факт, ребята. То есть коленка тебя убедила, да? А это нет. Она могла сказать, что у неё разбита голова. Мне непонятно. Знаешь, что странно? Как мужик, просто ты поймала попутку. Как вот он тебе дал сразу салфетку. Может быть, он захотел что-то с тобой сделать. Может быть, он следил за мной изначально. Откуда я знаю? Может быть, это была Кац. Ну, как бы, может, это был водитель Кац. Откуда я знаю? Водитель Кац. Ну, просто, Самас, ты же понимаешь, случайно тебя выбросили на дорогу. И ты на дороге ловишь... Да не случайно. Ей смс какая-то пришла. Не ей, а Эдику. Эдику пришла какая-то смс, и он её тут же выбрасывает. Смс-ка. Тебя тоже... Тебя подставили. Тебя как Максу, типа, с момента. Ей тоже пришла. Ей тоже пришла. А ты... А что там было за смс? Я не знаю. Ну, какое что-то написано. А что написано? Ну, какая-то картинка, что-то написано. Он просто злился сразу и стал ругаться со мной. Ну, наверное, какой-нибудь этот... Какая-нибудь... Типа ты с кем-то другим, наверное. Другим там подстала, да? Ну, да, подстала. Потому что, из-за чего мужик может разозлиться. Ну, тогда и с такой. И он тебя выкивал прямо на дороге. Да. Из большого Мерседеса, который... Ну, как бы... В платье в этом на дороге. А ты такая целомудренная и верная, что ты говоришь, что ни с кем не была, и... Ну, вообще-то у меня был Эдик, один мужчина и всё, что... Ага, Эдик. А жизнь какую-то я видел дела всегда? Ты же видел разгульные, вечеринки у тебя... А вечеринки, это не означает ни о чём. Я же тебе не искорбница или не проститутка. Я просто люблю веселиться. Я люблю тусоваться, вот и всё. Причём здесь это? Люблю тусоваться, знакомиться с людьми. Так если у меня есть Эдик, он давал мне деньги, зачем мне кто-то ещё? Алло. Да нет, с неё подозрения нападают. Серьёзно? Да. Так быстро с неё подозрения... А что ты всех потопить хочешь? Зачем тебе это надо? Нет, мне этого не надо. Ещё раз говорю. Но ты всех пытаешься затопить просто. Я сейчас пытаюсь выполнить условия именно Изольды. Пойми, то, что вам кажется, что я сейчас плохой, я сейчас стараюсь для вас, для всех. Я не думаю, что ты плохой. Для вас, для всех. Потому что я выполняю условия Изольды. А почему ты думаешь, если мы сейчас не будем здесь выяснять, то есть не выполнять условия Изольды, почему ты не думаешь, что появится шесть таких шокеров, которые наденутся на всех? А? Почему ты об этом не думаешь? Почему вы из меня делаете плохого? Да никто из себя не делает плохого. Вот смотри, вот сейчас. Да как? Вы все сразу на меня стали наезжать. А можно? Вот ты стал как бы наезжать на меня и говорить о том, что я веду вечеринки. А ты знаешь, что общаться с такими мужчинами, это как бы то же самое работа. Вот где ты работал? На заводе на каком-то? Получал копейки? А я просто веселилась и тоже получала за это деньги. Это неплохо. Это абсолютно нормально. Мы же в Москве в 21 веке. И то, что девушка, понимаешь, живем как бы и веселимся, это нормально, понимаешь? Я не обвиняю в тебя в каких-то твоих грехах. Я пытаюсь разобраться, настоящее ли это было сообщение или нет. По-настоящему ли тебя Эдик выкинул или нет. Или это подстава. Вот все говорят, что это подстава, тебя оправдывая. Ты мыслишь стереотипами. Ты мыслишь стереотипами. Вот и все. А ты своей жене давал деньги? У меня вопрос. Давал свои деньги? Не надо трогать мою жену. А моей жене лучше заткнись. Лучше вообще ни слова не говори. Просто помолчи. Какая тебе разница? Вась, Вась. Ты начала говорить о моей жене. Это моя... Я четыре с половиной года не видел ни жену, ни детей. И первое, куда я вышел, это к ним. И как вы вообще меня в чем-то можете обвинять, когда я четыре... Вам дать справку? Вась, Вась, ты что? Ты сам завел этот разговор скандальный. Ты сам начал задавать вопросы, всех обвинять. Вот она и добралась до твоей жены. Так ты же сам привел нас сюда вот своим путем вот этим. Знаете, зрителю виднее, кто здесь не прав. Ты скажи честно. Я вообще не правильно. Почему ты тогда? Зрителю виднее. Можете мне верить, можете не верить. Я хочу зритель, который, если что-то знает, смотрит сейчас нас и голосует на этом сайте. Если вы что-то знаете, можете голосовать правильно, делать выбор. Потому что именно от вас зависит сейчас наше здесь положение. А положение у нас здесь, как сами понимаете, ну очень непростое. Это очень непростое. Уважаемый зритель, посмотритель, кто сейчас нас смотрит, сделайте, если вы что-то знаете, то сделайте правильный выбор. Леди Сверху. Подожди, Катя, какой правильный выбор? Ну если они что-то знают, что кто-то самозванец. Откуда они знают? Они просто смотрят то, как мы рассказываем. Они знают столько же, сколько и мы. Откуда они могут знать больше? Мы сейчас, вот для этого мы говорим, чтобы лучше друг друга узнать, понять, может реально кто-то есть самозванец. Может это по-настоящему так. А мы ругаемся, Ли ничего не рассказывал. Расскажи о своей жизни что-нибудь. Может ты где-то накосячила за что-то. Можно я скажу? Ты тоже скажу. То есть они голосуют от того, какие мы истории здесь рассказываем. Вот и все. Ну не факт. И кому верят, а кому нет. Они еще нам, ребят, они нам и помогают всегда. И голосуют, и все, и присылают нам. Может быть что-то когда-то видели. Когда Вася Васич здесь спал один перед Максом, они там эту аферу провернули. Зритель-то тоже вычислил. Он помогал. Значит он, зритель, может видеть того, чего не видим мы. Понимаете? Ну может видеть. Когда они смотрят за нами постоянно, они могут увидеть те вещи, которые мы сами не видим. Понимаете? Из-за этого я так и говорю. Может быть что-то и произошло здесь. Может быть что-то они увидели. Чего мы не знаем. Вот в чем вопрос. Но они думают, что это Лея по каким-то причинам. Потому что Лея никак не раскрывает свою тему. Ты понимаешь, что сейчас тебе дадут эту штуку. И я как понимаю, что никто ее отобрать не сможет. Потому что как бы это правило. И если это правило, которое написано из Ольды Кац, изо дня в день мы должны носить эту хрень тут на руках. Понимаешь? Проценты изменились. У меня 6%. Юра, у тебя 0. Лея 53. Макс 6. Сюм 20. Возватель 13. Это как будто в тебя втыкают провода. Которые бьет молнии и от тебя одновременно жарят со всех сторон. Представляешь, Вася Васич, со всех. А можно задать вопрос? А это вообще... Огнем, в смысле. А это так вообще можно носить весь день эту штуку? Это же может быть очень опасно. Где написано в Кодексе Российской Федерации или где в каких-то законах, что это можно носить там прям 24 часа? В никаком Кодексе Российской Федерации и законодательстве РФ нету ничего подобного. И нету ничего подобного, где можно было бы запирать людей. И вот мы здесь. Но это же не нормально. Должны как-то подключиться органы, правосудие, полиция. Вот кто нас смотрит, может быть, да. Это же получается как пытка какая-то. Вас могут просто посадить. Я не могу снять. Потому что, наверное, кажется, ты Зольда. Значит, вот еще одну куда-нибудь на какой-нибудь орган. И я бы не хотел ходить с ней. Изольда. А куда смотрит Изольда? А если он сейчас окончурится здесь? Что мы будем делать? Ну как-то нельзя. Вы лишитесь наследства. Мы лишимся наследства, да. Изольда, может, ты как-то повлияешь на это? И смотрите, может быть, вы тоже будете дальновиднее. Если ему сейчас станет плохо, его увезут в больницу. Наверное, мы все тут уже как бы перестанем заниматься тем, чем мы занимаемся, нет? Слушай, а может быть, мы где-то в Финляндии. Почему ты думаешь, что мы в России? Почему ты думаешь, что... Потому что я была в Москве. Ну, а я был в Чите, она была в Саратове. А почему ты думаешь, что нас не взяли и не увезли в Финляндию? Рядом с Питером, башни в Финляндии, и все. И российские законы Российской Федерации не действуют. Просто домик рядом на границе с Россией. А ты знаешь, а я тебе скажу, а я сейчас тебе скажу. Если мы в Финляндии, это очень прекрасно. Потому что законы Финляндии намного жестче, чем в России. И если они бы увидели то, что мы сейчас здесь пьем, распиваем спиртные напитки, здесь бы сразу же была финская полиция. Потому что в Финляндии это запрещено. И каждый финн об этом знает. И поэтому он ездит пить в Россию. Поэтому мы не в Финляндии. Вот именно. Мы можем идти в Таиланде. В Таиланде? Да. Тогда бы здесь было бы очень жарко. Тогда бы сюда приехала Таилангская полиция, да? Нет. Вчера открывалась эта дверь, и он нашел пар изо рта. А в Таиланде не может идти пар изо рта. Да? Да тут мы... Мы мерзнем. Да мы видели, ты что? Искусственная экосистема. Какая искусственная экосистема. Зона кондиционирования искусственная экосистема. В Таиланде настолько жарко, что там невозможно ничего придумать. И там сейчас в это время, как я думаю, да? В Таиланде сейчас идет сезон дождей, ливней. И тут бы все бы смело. Знаешь, я знавал одного человека, который простыл в Таиланде в номере. Дегут в штахну. Знаешь такого? И что дальше? Я тоже была в Таиланде. Причем в это время. Нет, в Таиланде можно простыть под кондиционером. Это правда. Они голодные. Гребуха бурят была. Ну ладно. О чем я тебе и говорю? Ну, потому что бурятский был. Сейчас дело не в этом. Сейчас в том, что творится здесь какой-то самосуд, правосуд. Бред какой-то. И сейчас Лия будет с поэт этого пострадает. Тогда ну-ка, пускай что-то найдем. Мы же и так есть говорим. Я просто, ну-ка, мне нога норзит. Я Юрий плачу. Нога норзит, да? Юра меня просто щекует. Нет, вам что смешно? Вам что смешно? От того, что сейчас ей отдадут эту штуку? Вы понимаете? Лия, Лия, прекрати так себя вести. Защищайся. Почему ты даешь этим людям решать над тобой? Зачем ты это делаешь? Пожалуйста, защищайся. Смотри, если у каждого будет одинаковый процент какой-то, может быть, тогда никому не дадут. Помоги ей. Ты, ты, помоги ей. Че ты сидишь? Ну, че ты стоишь? Ну, как я помогу. Ну, поговори с ней. Помоги ей. Скажи, Лия, ты должна себя спасти. Потому что я тоже не хочу. Ты хочешь вот эту хрень? Не надо. Нет, нет, нет. Подожди, ты хочешь эту хрень надеть? Не хочу надеть. Тогда делай что-нибудь. Надо всем нам как-то спасаться, понимаешь? Лия. Дело. Лия, выскажись. Скажи, пожалуйста, нам все. Почему ты не самозванец? Я понятия не имею, почему я не самозванец. Если бы я это знала... Вот когда на нее эту штуку повесят, ребят, серьезно, она другая будет. Почему тогда зритель считает, что ты самозванец? Значит, может быть, что-то он видел, что-то знает? Знаешь, вот везде... Потому что я ничего не рассказывал, поэтому он так и считает. Есть мировой суд. Говори, рассказывай. Есть суд, есть мировой суд, есть суд в стране, есть областной и всероссийский суд, да? Вот есть разные суды. Вот сейчас реально судейское дело. Есть судья, зрители, есть присяжные, это мы, кто тебя слушаем, которые можем спасти. И есть ответчик. Вот ты сейчас отвечаешь. Если тебя в чем-то обвиняют, в чем ты не виновата, ты должна защищаться. Если ты не будешь защищаться, тебя просто посадят на эту хрень. Конечно. Это больно будет. Тактика жалости здесь не работает, ребят. То, что ты будешь бить в грудь. Какая тактика жалости? Потому что ты выбрала тактику жалости. То, что ты будешь бить в грудь, вот так и говорит, что я ничего не боюсь. Этого не... Это как бы, извини, это просто это... Это как бы тебе не спасет. То, что ты будешь ходить как героиня, посылать всем зашитку. Даже нет, она сейчас выбрала тактику жалости, чтобы зритель увидел. Я не буду ничего не говорить, пожалейте меня Наоборот, ты сама себе мешаешь Понимаешь, мы тебя просто спасти пытаемся Все все видят, все все слышат Будь честный, сама с собой в первую очередь Просто защитись, как следует Как ты умеешь, скажи нахрен что-нибудь Скажи, вы что тут все И защити себя Давай Мы же как, получается, как команда нахрен здесь, реально Ну а как, если мы друг друга спасать не будем Нет, а знаешь, вот если бы у каждого был одинаковый процент голосов Тогда бы мы были, ну что, все наказаны или никому Вот это меня вопрос интересует Мне все Давайте подумаем, как избежать, чтобы ее не наказали Как это можно сделать Задавать вопросы Нет, это может только тем, если у каждого будет одинаковый процент голосов Да, но это может и сработать в том случае, если Лии этой самой будет нужно Ты понимаешь, что если будет одинаковый процент, то возможно будет шесть шокеров Тогда пускай они смотрят, как мы все здесь подохнем Вот и все, мы будем держаться вместе, силой Понимаешь, мы возьмем их количество Ты не понимаешь, они не будут просто смотреть Они не будут смотреть Они будут нажимать, понимаешь Нажимать, им будет интересно Как мы все шестером будем делать, как юрис Понимаешь, ты вот этого хочешь Ты пойми, самая главная суть из Ольды Кац Это чтобы мы обосрались и забрать бабки Как она это делает? Вот сейчас она это делает Пойми, а если сердечко у тебя долбанет Или у меня И все, я подниму, и все Так я тебе и говорю об этом Ты больше не съешь рукава Я вам и говорю об этом О том, что пускай тогда они все нас убьют И все, конец тогда всему А где этого хотят, что ли? Нет, мы им нужны У нас, я считаю Что здесь каждый человек оказался Не просто так, не случайно Что там? Сколько, скажите? Лея 60% Юрец 8% А вообще, ребят, вам не кажется странным Что буквально вчера Ксюк у нас говорила, что все говно Зрители говно А сейчас, а сейчас Она говорит о том, что мы все команда Как у тебя так за... Я сейчас объясню, как Это моя, это моя Мы вчера с Ксюк поговорили о чем-то О чем-то хорошем О чем-то И она мне вчера очень хорошую штуку сказала Что на самом деле Она, ну, как бы Она очень... Она просто привыкла защищаться от людей И привыкла, что люди свиньи вокруг нее Подожди, стоп Ну, смотрите Она единственная, кто обсирала этих смотри Она единственная, кто говорила, что они все говно Да, не будем еще брать тебя Ты тоже такое говорила Но сейчас факт не об этом Она, стоп Она единственная Что, в принципе, ей, в принципе Всех нас обсирала Тебя довела Ты себя защищай Единственная Чего ты защищаешь-то кого-то Ты себя защищаешь И теперь она И теперь она поменяла мнение И говорит, что мы сейчас все команда А почему за нее... Слава богу, поняла Может, дошло, Васич Васич, она хотя бы поняла Я просто... На нее дошло Вась, Васич За один день дошло Помните, мы... Ты сейчас вчера говорил Что она очень хорошо Исключает дуру А когда надо Она... Васьич, мы вчера посетили Я не знаю, что надо так Вчера мы отметили день рождения Забыл, как у вас было весело хорошо Ну, да, я помню, помню Мне сейчас смущает вот эти 60% Лии Лия Лия просто точно не самозванка Потому что именно она видела Милану Именно у нее с ней связь Именно она Именно к ней приходит видение Про войну Вчера она рассказывала вам сон Почему на нее 60%? Ну, а кто, если не она? А кто, если не она? Объясни мне Она молчит, ничего не делает Выбрала тактику выжидания И типа, якобы, пожалеете меня Я как бы ничего не буду говорить И все, и все Она выбрала жалость И сидит тут И у тебя не делает У нее 60% И она думает И она такая думает Я же девочка Я же девочка Мне никто это не сделает Понимаешь? Она думает, что они ее пожалеют Они никто ее не пожалеют Они насрут ей на голову Да ничего она не думает Она решит Ну тогда пусть докажет Пусть докажет, что она не самозванка Сама Не ты Не он Сама сделай что-нибудь Скажи, кто ты Самозванка, признайся Все, тогда не вопрос Видишь? Она выбирает тактику молчания Вот эти глазенки свои Вытащила Что это такое? Она не самозванка В любом случае Понимаешь? У нее именно есть связь с Миланой К ней приходит К ней приходит Ведение Сон она вчера рассказывала А что же вчера не пришло Ведение о том, что здесь такое будет И что вот такое Если это Почему она это не увидела? А если Она не должна видеть Все, Васич Подготовилась! Хорошо, а у меня вопрос Почему ты встречаешь Милану? А ее вообще Которой ты уже Не разговариваешь Шестой день Ты все время берешь И ее окунаешь В таком доме А Милана тебе чужой человек Значит, ты связан с Миланой Значит, ты и есть Это подсобая утка Нет, просто Просто Васич Она спасла его Мы родственники Да Ты прав Она спасла меня Да Я с тобой согласен Тут и есть Мистику Слушай, Ксю Он не наезжает на нее Он наоборот хочет Чтобы она что-то сказала Просто Васич любит орать Он любит орать Потому что это, видимо Его столько психовали Заставили психовать люди вокруг Что он уже не знает Как это делать Просто наорать на человека И чтобы человек не слышал Я не ору Я просто когда хочу донести мысль Когда я говорю тихо Меня никто не слышит Ты понимаешь, что мы сейчас В очень шатком положении И сейчас очень страшно И если мы Как ты говоришь Почему я всех добила Да потому что я вообще Без понятия Кто вы такие И что А сейчас вот как Видишь Мы здесь все в шатком положении И это очень страшно Если честно тебе сказать Что какие-то люди Могут творить твою судьбу Просто тобой управлять Как марионетками И это страшно Понимаешь И мы можем взять их Только количеством Количеством А не каждый сам за себя Да, каждый сам за себя Это отличная позиция Только держаться вместе В любом случае Нам нужно только держаться Всем вместе Да понятно, мы держимся Кать, нам надо выявить Насли этого Преступника Держаться вместе Ну меня только вот Честно У каждого какие-то были обстоятельства Меня только смущает Макс Как он сам сюда пришел Вот меня это смущает Я скажу честно Хорошо Макс уже сказал У Ли хотя бы есть оправдание Что Милана ее позвала У меня такой вопрос Смотрите Если мы сейчас выявим Кто этот А они голосуют Что это другой человек Кто будет прав? Да, хороший вопрос Кто будет прав? Мы или они? Кто будет? Вообще непонятно Эта система Мне очень непонятно Для чего это все делает Этим доказ Для чего? Зачем? Почему? Это будет Кто скажет об этом? Изольда или кто? То есть наш голос Против их голоса Мы сами не можем сейчас выявить В любом случае В любом случае Мы выбираем кого-то из нас Кого-то из нашего родственника Что они там выбирают Что мы тут выбираем В любом случае Страдаем мы И избежать это Мы как-то вообще можем Это избежать? Не можем никак Мы это не можем О, сейчас у меня Лия, 35 Ксю, 46% Да они нифига подробно Что вообще за бред какой-то Если мы уже выбираем Их начало троить Видите? Они идиоты Вы, смотрите ли Идиоты Конченые дебилы Прекрати О чем ты это делаешь? Да пошли они в жопу Какого они вообще Имеют право судить нас? Ну и что? И что? И что? И что? Они тебя судят Да, что ты виновата Ну и хорошо Так и задумано Что ты скажешь? Так и задумано Сделай интересно Что, Вась Васич? Ты доволен, что я Накажу Меня накажут? Счастлив? Я хочу Чтобы вы оказали меня И все А почему ты сейчас решила Все взять на себя? Потому что я не хочу Чтобы это дали Ксю Я не хочу Чтобы это дали Екатерине Я не хочу Чтобы это дали Максу Чтобы тебе Это дали Чтобы Юрцу Это дали То есть по обсуде Ты хочешь быть Жертвливой Из-за основных Нет, я просто Самозванец И все Я просто Самозванец И так не надо Это будет по заслугам Ты даже берешь на себя Вину Только чтобы не говорить Какую-то информацию О себе Какую информацию Дебила Кусок Что я скрываю? Что ты обо мне не знаешь? Разговаривай со мной нормально Я хочу Ты берешь вину Вину на себя Вину на себя Только Потому что Ты не хочешь Выдавать мне какую-то информацию Потому что Ты знаешь Больше всех здесь И каждый раз Когда касается тебя Ты обходишь Любыми способами И это моё желание Обходишь А сейчас ты как бы Играешь в жертву Потому что Тебе нужно взять на себя Вину Пла-пла-пла И все остальное Мне нуждаюсь в том Чтобы ты раскладывал меня По полочкам Ребят, ну платят уже Тихо 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 Дай ей сказать Дай ей сказать Дай ей сказать Себя раскладывай У них перепалка Что сказать? Дай ей сказать Дай ей сказать Она говорит в течение часа Первый раз Катерина Дай ей сказать Если надо Я успокоюсь Бог видит все Бог видит все Бог видит все Вот именно Вот и все Он все знает Я за себя знаю Свою правду Если кто-то сомневается Пожалуйста Сейчас процент Перешел к Сю Надо к Сю Помочь Ребят Мы так будем За процентами бегать У нас задача найти Оправдаться всем Тут уже просто сыграло То, что она Говорила Что они все Говно Все люди Говно И они такие О, пусть она Походит Не потому что Понимаешь Мы выбираем Не по принципу Того, что правильно А что неправильно А просто она Никому не нравится И они решили За нее голосовать Просто из-за Личных каких-то Неприязней И здесь нет Справедливости Вообще никакой Здесь вообще Все в принципе Несправедливо Что происходит Откуда ты можешь Знать Кто кому нравится Да хватит Уже на меня нападать Придурочный Интересно Иди в жопу Я не кричу Иди в жопу Если ты самозванка Если ты самозванка То в чем Задницу Заканчивается Твой Сам твой Обман В чем он заключается Ну признайся Смотри Мы сейчас все успокоились Просто признайся Говорю Что В чем твой обман Зачем ты берешь на себя Я понятия не имею Вот видишь Вот каждый раз Когда пытаешься Зачем ты это делаешь Объясни мне Я уже объяснила Зачем Я не хочу повторяться И я не хочу тебе Ничего объяснять Чтобы ты раскладывал Меня по полочкам Или какая я хитрозопая Чтобы избежать наказания Видите ли Я хочу Чтобы меня пожалели Я уже попала В эту ситуацию Я понимаю Назад дороги нету Но мне хочется понять Потому что Ты каждый раз Обходишь информацию о себе От этого наследства И все Между вами Подозрение всегда падает На человека Который молчит Или слишком много говорит Ну так ты это специально же делаешь Ну и что Ты же это специально делаешь Ну и что А чего ты хочешь От меня добить А почему ты думаешь Чтобы я начала защищаться Или что Как ты думаешь Зритель знает больше Окей Ну смотри Давай ты сам выбери А ты бы хотел Чтобы кого выбрали Я бы хотел Чтобы никого вообще не было Ну так Я бы хотел Однако Ситуация Такова Единственное Единственное Что бы я хотел знать Это кто здесь Лжец и самозванец Потому что Мне уже самому Интересно Да нет Ни лжеца Ни самозванца Я тебе объясню Я тебе объясню Почему мне Прямо это так интересно Потому что Если мы не выполняем Условия Изольды Кац То потом У нас на руках Появляется Вот это Здесь нету Самозванца Это просто Вот так Прикол Я не знаю Подожди Надо столкнуть Нас лбами Чтобы мы Сейчас начали Усираться Потому что Никто не хочет Шокером Получить Ну это 50 на 50 На самом деле Как ты можешь быть уверен Это 50 на 50 Это может быть Либо 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 Я точно знаю Что ты Мой родственник Я точно знаю Что он Мой родственник Что ты И ты И ты Я это знаю Наверняка Почему ты Говоришь Всегда Наверняка Точно Потому что Я никогда Не выдаюсь Ну что Почему Мы должны Верить В твоей интуиции С какого Вера Мы должны Верить В твоей интуиции Да Мне вообще Пофиг Что там Ребят Самозвание Действительно Есть Но это Не значит Что он Не родственник Возможно Это хитрец Который Уже Спланировал Как он Или она Заберет Все наследство Возможно Кто-то Знает Больше Чем Остальные То есть По сути Здесь даже Не важно Родственники Или нет Не важно Кто хитрец Вот даже Даже Плевать На то Знаете С чем хитрец Викмуется С юрец Хитрец Юрец Юрец Хитрец Тебе хочется С ним не расставаться Да Или что Нет Нет Это я просто Смеюсь Так Ну серьезно Просто реально Потому что На это люди Смотрят А ты Смешили День Это провокация Это все Провокация Нас Чтобы мы Все-таки Закопали Друг друга До конца Это простая Провокация Я не собираюсь Ну смотри Допустим Это простая Провокация Но Когда она Нас провоцирует Допустим Если это простая Провокация И мы бы не стали Искать самозванца Мы бы не выполнили Условия Изольды И тогда бы У нас появился Шокер Мы этого хотим Нет Мы этого не хотим Правильно Значит мы должны Искать самозванца Допустим Мы решили Стоп Мы ищем человека Который спланировал Как заберет Все наследство Себе Мы ищем человека Который спланировал Это не самозванец У которого есть план Как он себе Все бабки заберет И все Как вы думаете Этот человек По-настоящему есть Я задал вопрос Я не знаю Вы не знаете То есть возможно Он есть Но он может быть Почему Но даже если бы Его не было Мы бы стали его искать Мы бы стали Выполнять условия Изольды Стали бы Правильно Чтобы не получить Шокер Правильно Правильно Почему я один Разговариваю Почему со мной Никто не Да Я кричу Я это Ну все Не вопрос Нет Вася Все хорошо Ты говоришь Все правильно Просто У тебя есть Видимо Опыт Когда ты находился В условиях Где тебе нельзя Было Ничего У меня большой Опыт был Поэтому я пытаюсь Вам объяснить Что даже есть Да Ты должен был Ты должен был Слушаться Ты должен был Делать все четко По правилам Потому что Поэтому ты грамотно С этим С этим связан А мы не привыкли Сидеть таких Мы как в тюрьме Реально Мы как в тюрьме Притом нам Могут издеваться И решать Все кто там За пределами этой тюрьмы Что с нами делать Вот это удивительно Понимаешь Поэтому мы вынуждены Это делаем Вынуждены искать Этого самозванца Но я не понимаю Каким нахрен образом Самозванец Может попасть сюда Да мы не самозванцы Ищем А человека Который спланировал Как получит Все наследство Мы ищем не самозванца Допустим А киндрица Который что-то уже Продукт Даже если Даже если Вот она хочет Чтобы она забрала Все бабки Что она от нас От нас ждет Что мы убьем Друг друга здесь Нет Что мы выявим Кого-то Что То есть Пять человек Будут согласны С тем Что кто-то один Это тот самый Хитрец Мы выберем Этого хитреца Да Выгоним Типа его И скажем Изольда Крат Забирайте его Мы отказываемся От него Но при этом Забываем Забываем про условия Что нам Только все вместе Мы можем получить Наследство И мы теряем Наследство Нет Вы неправильно поняли Она надеется На то что мы выявим Этого хитреца Который продумал Как он получит Все бабки Сам подойдет Признается И получит наказание Потому что если уйдет один Уйдут все То есть убирать Этого хитреца Никто не собирается И хотят наказать Просто хотят наказать Человека Который продумал Как заберет все деньги себе Да кто И все Подождите Как мы это можем Как нам понять Как забрать все деньги С весь И никто не знает Ну вот видимо Кто-то знает А кто это знает Интересно теперь Подожди Больше всех здесь знает Что-то Ты Вась Васич Прости меня Что я так делаю Что Подожди Каждый раз Ты снова Что я больше всех знаю Ты знаешь Когда я вам Что-то советую Это просто потому Что я больше пожил Жизни Больше знаю Это не говорит о том Что я больше знаю Именно Именно По этой стезе Понимаешь Ты сейчас на меня Просто наезжаешь Факты дает Знаешь почему Я не наезжаю Больше всех здесь знаю я А зачем А зачем это показывать Что это значит Что это такое Это мишень И все И тут Как я понимаю Раз Два Три Четыре Пять Шесть Смотрите Продолжение следует